Перебрать семена моркови – обычное дело для будущих селекционеров. Когда потеплеет, вместе с преподавателями они выйдут из лаборатории в большой питомник, где испытают 70 видов семян. У нас уже есть перспективные линии, и занимаемся мы этим с 2015 года. То есть мы надеемся, что в ближайшие 3-5 лет эти перспективные линии уже будут сортами. Заниматься селекцией моркови начали по заданию Минсельхоза. Дело в том, что согласно доктрине продовольственной безопасности, процент отечественных сортов должен быть не менее 85%. Если семена зерновых по большей части наши, семенной фонд овощей в основном заграничного происхождения. Эта отрасль в России пришла в упадок в 90-х. Работа по замене небыстрая. Для того, чтобы вывести сорт моркови, надо минимум 15 лет. Столько же для картофеля. Новый сорт второго хлеба в Тюмени выводят с 2008 года. В 2022 году был передан сорт. Первый наш сорт нашей селекции в государственное сортоиспытание. Сорт тюменский. Ну и вот на 2023-2024 год мы еще один сорт готовим. Тоже очень перспективный. Это «Надежда Сибири». Государственные сорты испытания длятся два года. После этого семена будут рекомендовать для возделывания агрария. Тюменские селекционеры времени не теряют. Выводят новые сорта перцев и огурцов. Уральский самоцвет и китайский дракон уже показывают хорошие результаты. Все труды селекционеров направлены в основном на крупные фермерские хозяйства. Дачников кризис коснуться не должен. На прилавках есть как отечественные, так и импортные семена. Но есть проблема с луком. Причина нехватки севка – неурожай в Голландии. Альтернатива нашему севку, то есть чувашскому нашему севку. То есть чувашия нам не отказала. Чувашия в полном объеме. Единственное, что чувашия всегда ограничивает нас по сортам. Как вариант, можно попробовать вырастить и добыть семена самостоятельно. Для этого подойдут обычные сорта, не гибриды. Когда садовод приходит в магазин для приобретения семян, мы смотрим, что на пачке у нас написано F1. Это гибрид. Это значит, что у нас семена получены скрещиванием нескольких сортов. А есть вот сорт стандартный, нанская. Он может у нас в том числе дать свои семена качественные. Между тем, наши ученые полны оптимизма и верят, в ближайшие десятилетия большая часть семян на рынке будет отечественной селекцией. Карина Закирьянова, Роман Чинахов, Тюменская служба новостей.